всем привет друзья наверное все уже знакомы ситуации при игре за контроль колоды когда против нас также попадается контроль колода игра просто затягивается до сумасшествия происходит настоящая борьба чуть ли не на 20 и более минут и вы с огромнейшим трудом получаете победу потратив на это огромную кучу силы времени и наоборот когда против вас попадается агроколода с идеальным заходом то проигрывайте без каких-либо шансов всего лишь за пару минут но я хотел бы вам сказать что бывает и совсем наоборот ну и давайте все-таки посмотрим как это бывает против нас жрец л као корова л у нас начальный дропа одни завезли супер книжка и чародейская вспышка тут все нужно оставлять наверно самый лучший старт все необходимые дропы вот лучше не придумаешь ну крыс конечно же в начале играть небезопасно но и естественно прибережем вот книжку есть ник урок если жрец вдруг начнет нас давить прессовать ну брана конечно же у нас в руке нет поэтому книжку можно приберечь жрец ее легко добьет может даже поставить просто клирика и добрать с нее карты поэтому книжку лучше всего не ставить на туре гнева пустоты ну это совсем не страшный дроп для нас стоит можно попробовать сейчас поставить вестник урока чтобы он не смог пробавить историка гнева пустоты но этот стол уж очень не опасный и я думаю стоит все таки вестника приберечь да у жрец должен пропускает от видимо у него нету ничего опасного но тогда и сделаем ему обломчик пропускать также 4 ход кинем вестника а дальше уже будем сами захватывать стол даже один по не использовал ну здесь у нас 88 карт лучше сегодня продавца за полотушка на столе чтобы ему было тяжелее выставляться под размены пятый ход хотя уже нет блин драконит шпион да самая наверно противная карта которая есть жреца ну доберем карты естественно теперь и можно поставить слизнюка да и пойти в лицо сказать сам разменивается лечится следующим ходом можем с монетки даже забрать порталом ну либо слизняком размениваться не газмеи дальше не стал соответственно драконида но теперь портала как-то кидать и не охота в него лучше всего кинуть запретное пламя дракончиком и газме да а следующим ходом если даже он пролечит драконида шпиона мы его легко убиваем с помощью портала до лечит но только добирает карт неприятно неприятно и что за и сразу же стоп дека пропав до облом облом теперь его не получается никак убить с портала и он может спокойно его лечить и добирать карты нужно что-то делать убивать клирика как-то не окруто давайте посмотрим чё пойдет с лазурного здесь выгоднее убить даже не клирика потому что у жрица это полная рука карт а именно со когтя из кабала пускай лечит какая добирает принципе у него рука полная он себе даже возможно во вред это делает еще один пробавку и слизнюк ну да у жрица получается опустошать руку к сожалению пор но зашел нормально ну кидаем а уж слишком много бафов на этом дракониде добиваем тут он уже в принципе ничего пока не добирает данный типа флейм-страйк и было бы замечательно я сплю и зеро с историка гнева пустоты до зеро теперь что делать когда отдали овцу до во время во время он его разыграл конечно так бран бран нужно да с помощью браны казакуса искать карты не с крысы заказаться да нужно искать овечку массовцевания берем 10 единиц маны так овец нет возьмем броню снова овец нет ну тут только остается бра демонов потому что замораживать бафы смысла нет за 10 единиц маны жрета так троллирует стол давай овечки 10 брони наносит 8 единиц урон это мало также 10 брони берем 6 до наносит 6 единиц урона берем монетка еще можем разыграть мера темная сделка но здесь ее берем конечно же да и до слабого ничего хорошего и не пришло возьмем хоть небольшую зачистку у нас 9 карт принципе ничего не сгорает а вот если немножко почистим стол можно будет с помощью темные сделки сделать зачистку стул этим и боль лечится может забрать одну карту да с клирика опять но тебе еще и зеро даст одну карту не боишься ну что у тебя что-нибудь горит 8 9 10 сейчас из-за рода следующим ходом карта сгорает до 10 карту жреца теперь ментальный техник ну чтож остается только его играть давай зерусе шею увеличимся тогда нормально мы еще и болтливую книжку отдать и у нас как и огненное копье вообще замечательный сейчас еще из-за карту даст 9 карте ничего не сгорает у жреца сгорает карта слова тьму боль и овца с драконида шпиона вот нафига было ему брать овцу воровать у нас а как будто он знал что мы у него своруем и зеру нам дала и жера пробуждение принципе нормальная зачистка у нас значит есть одна зачистка на 6 единиц урона с казакуса и альдинсу нормально так но здесь дракон 78 меня пугает можно отдать зачистку либо копьё да зачисткой умирает нас равно пока дадим копье как раз таки ровно урона хватает и здесь уже нужно будет добивать до сумеречным и романом так добьем также обжору потому что пускай все-таки жрец лечится все-таки у нас контроль колоды мы его можем выиграть по фати куда я думаю без даже уже больше сам-то лечиться не будет добирать карта 11 против 12 две карты ворует ну наглеться вот как меня бесит это карта противно защищается не стал забирать карты просто поставил таунта так зелье мы все-таки весь стол не убиваем остается бран а брана оставлять опасно вдруг еще что-нибудь захочет раскопать либо боевой клич использовать зелье казакуса 3 демона а вот 6 единиц урона всем плюс 10 брони но пока мне смысла бра баф или броню нет лучше отдать все-таки пробуждение зеры до темная сделка тоже не особо играет кстати стал нас а до зелья но зелья стал нас а тоже не особого резона кидать здесь да пробуждение зеры кстати не пропустил две единицы урона можно было бы сперва добить рно протокал рно таунта потом протоковать или что и потом уже только кинуть за че и полночу эти две единицы урона особые роли не сыграют но жрец воровал эфериала и теперь раскапывает карты ну как же выгодно у него все получается разыгрывать дракончик и наносишь из единиц урона да диму и стрелу можно отдать либо портал да но я думаю все таки портал выгоднее кидать какое-то существо может полезное прийти но со столом разбираться надо с этим до экономить ману смысла нет потому что что-то другое все равно я не собираюсь разыгрывать да кидаем портал конюк 32 да ладно вы шутите такое дебильное существо с такими отстойными статами и за 5 единиц маны да этот конюк благо хоть может разменяться с дракончиком за одну единицу маны прикиньте существо за пять единиц маны может разменяться только существом за одну единицу маны но не смешно ли а план хочет жреца не атакующая белка так было нам еще конюка бесплатно забрал как нибудь а он сам родился ладно хоть так с драконида шпиона алекс сразу а вот это уже опасно это уже опасно темную сделку пока не сыграть так ну можно скинуть ему существо и сразу же забрать с помощью темной сделки на скидываю 2 карты 54 да можно забрать принципе такая не особо слабая карта блин возили скинула на хоть только одно зелье с казакуса и в принципе самый нормальный зелье у нас осталось проще которого мы можем призвать демонов три случайных демонов в принципе в лейте у нас сейчас мало карт если получится добрать удачно хороших демонов то можно будет расконтролить жреца допустим если дадут там джараксус и или еще что-нибудь такое крутое можно будет сыграть здесь можно по талласам забрать дракона даже без обилки императора пока на такую пустую руку кидать не охота ледяная глыба зашла ну ради добора кинем там со естественно заберем все таки поставим императора потому что уже пора идти улын выставляться если все таки 100 мы не захватим хоть как-то то будет тяжко возвращает в руку сон в принципе это нормально это минус карта мы его можем за данного разыграть еще одна из раз историка гнева пустоты да ладно тебе сколько можно эзер копать одни эзера да в таком мачапе где так сильно затянутый игра эзера конечно же разрешает но вообще нечего сделать с эзерой нужно я думаю добирать демонов возможно с помощью демона что-то сделаю если раскопаю да да факел факел с факелом 4 единицы урона мало секрет принципе пока жизни у нас достаточно доберем стала старой давайте демонов до карты посмотрели 10 брони и принц молчезар вот если бы принц молчезар давал боевой клич они в начале замешивал легендарки вот это было бы имба а сейчас принц молчезар блин что это тушка 56 по моему нужно было сделать эту легендарку таким образом чтобы она замешивал нам легендарки как хотя бы обезьяна но так толку от него конечно же нет здесь императора кинем удешеваем сразу же всю руку секрет повесим на себя хоть чуть-чуть про так у мвзру чтобы она хоть как-то дамажилась вот у нас есть флэм страйк факел есть снежная буря вот ну жрица полная рука карт еще один солнце зер и сколько можно императора возвращать в руку но главный рука ты удушевляется эффект у него срабатывает но и зеро стоит кстати повезло то что он поверили чело лицо а не зеро то есть у нас появляется шанс хоть какой-то его задавить да здесь алекс сразу естественно кидаем ему в лицо давай разменяйся зер и чтоб можно было ее убить слова тима смерть у него еще одно слово тима смерть сгорела и он ее берег для алекстразы еще одна сестра до сестру ты не убьешь своим страйком не добьешь с помощью обилки так но есть у нас сериал за нужные копать выбирать карты флиан заговорщика еще накопаем нормально если не убьет нам эфириала то это 6 единиц урона с фолианта можно чем-нибудь накопать и получится все таки добить жреца и на губитель крыла тьмы да не судьба и филиалов нам про атаковать жрец не дает нам никаких шансов до лечит и зер на этот раз нужно кидать флэйм страйк пускай зеро и живет но мы будем добивать стол оставить подморозка с ней можно будет еще один ход продержаться проконтролить стол так и зеро пока не убиваем поэтому кидаем принца он принципе нормально разменяется даже если он ее пролечит карта сгорает нормально и зеро все таки ему переполняет руку погребение да ладно вот гата вот у такого жреца даже есть погребение хотя у него есть повторяющийся карты и это вроде как темпа колода давайте овцу копье 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 8 единиц урона приходится отдавать в зеро иначе она просто окончательно заруинит катку потому что она бесплатно дает создает ему различных существ руки драконов блин сестер сын и пробуждение но это просто им балансная карта если ты с ней ничего не сможешь сделать так фэрбол давайте удешевим карты да но здесь потиху нас уже если бы мы не заморозили стол то он мог нам оставить спокойно одни здоровье и уже добить сон опять возвращает руку третий раз нам возвращает уже оператора дубисана в руку да и зеро так и зеро сделала игру так мы можем мешать себе в колоду факел можем замешать заклинательница душ карту фатика начался но у нас есть еще секрет есть еще одна ледяная гольба так давайте попробуем закидать заклинаниями жреца главное чтобы у него самого самого не было заклинаний для лечения с жреца обжора и завершаем две карты две карты и все можно поставить без а пока суккуба ставить не буду а то сбросит нам карту полезную руку нибудь так фатик уже на одну единицу ну здесь конечно же жрец легко даже слишком легко на дракончик 76 это мощно и все-таки решил скрыть нам ледяную глыбу но мы следующим ходом вешаем еще одну лечит уже лицо естественно уже боится плавающий факел на пуфе кидаем ему 2 фарбула в лицо здесь даже нет смысла добивать дракона стрелы с губа но здесь сейчас уже конечно нет никаких шансов на победу там остался этот частный император то рисан фатик на двоечку 7 единиц здоровья следующим фатик на троечку него будет 9 здоровья и жрец выживает шестью единицами здоровья на столько стараний столько мучений две эзеры это слишком конечно же это просто слишком даже то что мы украли у него эзера у нас не спасло потому что он у нас воровал овцу гадёны же блин до драконида шпионы под браном это просто сумасшедствие такие офигенные статы и такой положительный эффект такого естественно не должно быть в одной карты император до сдаемся да столько стараний в никуда ладно нужно брать реванш играем дальше против нас шаман власти 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 таллас алекстраза снежная буря но алекстразу заменяем снежную бурю тоже и талласа тоже пожалуй все таки важнее найти рно и вестник рока отлично с вестником урока замедлим темп шаману а если покажем рно то уже у шамана не останется я думаю никаких шансов зарашить нас вначале главное чтобы это не был джейд шаман вот джейд шаманом у нас был плохи дела а да тут мелкий бухоньер это значит агро версии у нас все в принципе окей кидаем вестник урок шаман в принципе никак не добивает только если с монетки кинет выброс лавы либо волнею с оружием да ладно не рассчитал что это фейл вот это капец вот что значит играть на шамане совсем отупел уже почитать уже он не смог да вот такие разные партии бывают в хорстоне наверное поэтому мы в него и играем так что всем кому понравилось это видео не забываем подписаться поставить лайк пишите комменты почему вы играете в хорстон всем пока а